Центральная городская библиотека имени Крупской стала победителем первого конкурса культурных инициатив на предоставление грантов президента Российской Федерации. Коллектив разработал проект, посвященный двум талантливым землякам – поэтам Тамаре Страховой и Алексею Бельмасову. На протяжении восьми лет команда библиотекарей и библиографов собирала необходимую информацию и экспонаты. Усилия даром не прошли. Столичные специалисты высоко оценили труд Ленинск-Кузнечан. Были выделены денежные средства для покупки нового оборудования и дальнейшего развития музея. Работа в рамках гранта проходит в двух этапах. Во время первого этапа мы приобрели мебельное оборудование музейное, интерактивный сенсорный стол и программное обеспечение к нему. Сейчас идет второй этап реализации проекта и уже все материальные ресурсы, которые были запланированы при поддержке президентского фонда культурных инициатив, мы уже приобрели. На средства гранта приобрели стеллаж для выездных и внутренних выставок и экспозиций, интерактивную фоторамку с достаточно большой памятью, рекламный баннер, надписи и указатели с именами поэтов. ЖК-панель диагональю 164 сантиметра на подставке с возможностью легкого перемещения. Все это станет хорошим подспорьем для проведения крупных массовых мероприятий. Раньше мы эти мероприятия не могли проводить по той причине, что не хватало музейных площадей. Старые музейные экспонаты в стеклянных стеллажах 70-х годов располагались в фойе и библиотеке и занимали площадь 10 квадратных метров. Сейчас в связи с реорганизацией пространства мы получили площадь бывшего каменного зала. Это довольно большая площадь, где мы можем проводить мероприятия и принимать гостей. Работниками библиотеки была проведена колоссальная работа. Они провели полную оцифровку всех экспонатов, их больше 400. Благодаря новому оборудованию теперь документы доступны на всех носителях информации, в Литературном музее, а также в социальной сети ВКонтакте и сообществе «Нам надо помнить». Елена Беляева, Василий Обухов, Ленинск ТВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова